Русский паломник. 1913 год. Маленькие дела. Этюд Толшенского. И что это пришло такое нашему молодому батюшку-отцу Петру? Ведь почти целый день до поту бьется с ребятами, чтобы им прости Господи. Да я бы им все рыло на сарму своротил, да таких ершей наставил, чтоб перед каждой погодой в затылке чесалось. Так ворча за перегородкой сторожки старый николаевский матрос Кирик Максимов, каздавлев, с ожесточением вбивая в каблук сапога гвозди со шляпками. Кирик был хороший сапожник, и в заказах у него не было недостатка, и жил себе он тихо и спокойно, вот уже чуть не два десятка лет у Пречистой. Но вот с поступлением нового батюшки Кирику приходится постоянно жить, как он сам говорит, ввиду неприятеля. «Всегда будь готов к бою, а чуть зазевался, сейчас возьмут на абордаж, о, что бы им!» Поступив к Пречистой, немного познакомившись с прихожанами, отец Петр Галатийский сразу же открыл в церковной сторожке школу, в которую на первых порах собрал девять мальчиков, и сам стал их учить молитвам и священной истории, читать, писать и циферному счету. Обучение шло примитивным, буквослагательным способом. Сначала заучивались учениками по названиям наизусть азы, то есть отдельные буквы в алфавитном порядке, затем простые склады, слоги. Склады двойные и тройные, и, наконец, по верхам. Целыми часами ученики горланыли «Азбуки, веди, глаголь, добро!» и всю азбуку до конца кончая ижицей. А потом опять сначала закроют глаза, да и орут по команде все вместе за отцом Петром. Отороп возьмет старого матроса. Привык он за долгие годы сторожеской службы к тишине, к штилю, как он выражался. Сама работа в руках спорилась, а теперь временами хоть все брось. Не самые учения беспокоит та Кирика, а то, что мальчишки – самый что ни на есть озорной народ. Ведь сразу слышишь, что иной нарочито зря выкрикивает не по маршруту, и шепче против других норовит, да и тянет дольше. Точно знает Этинафима, что печенка-казадава-то этого решительно переносить не может. Ах, ироды окаянные, с ожесточением ворщит Кирик, вот так руки чешутся. Не вытерпит Кирик, бросит свою работу, набьет трубку махоркой и выйдет на улицу отдышаться. И каков убийственный взгляд он бросит из-за спины отца Петра своим единственным глазом на этих головастиков, то, что нарочно вдогонку ему выкрикиваешь их «Ас», «Ангел», «Буки», «Бык», «Веди», «Водовоз». Ну, будет на сегодня, ребята, скажет отец Петр. Споемте-ка, «Свете тихий», да пока и отдохнем. «Свете тихий» поется несколько раз, и поется уже довольно стройно, ибо это делается ежедневно. «А давайте-ка еще, Богородица, Дева», поется несколько раз и это. Кирик с трубкой в зубах чутко прислушивается на крыльце к пене учеников, и его сердитое солдатское сердце начинает понемногу мякнуть. «Ну, — говорит он, сплевывая на сторону, — это вот как будто и на толк походит. Да, дело божественное. Нельзя сказать, что этого не нужно. Ох, охонюшки!» Задумчиво возвращается Кирик в сторожку, и за перегородкой встает уже на колени перед иконой, и кладет поклоны все время, пока продолжается пение. И только как кончится пение, он быстро встает на ноги и наружу принимает опять сердитый вид. Отец Петр уходит домой обедать, довольный своим маленьким, но в то же время, думает он, и великим делом. Ребята уже хорошо помогают петь в церкви. Пение легко дается им. И молит уже много выучили из священной истории, рассказы охотно слушают и хорошо запоминают. Вот только грамота туго дается. Ну, да, не вдруг и Москва выстроилась, утешает себя молодой батюшка. А главное хорошо то, что ребята дома пересказывают все, что могут из священной истории. Да и молитвы мучат своих братьев и сестер. Да и матери их тоже, несомненно, переймут молитвы. Другое нововведение, тоже очень маленькое, но по мнению отца Петра, опять великое дело, завел он в церкви. После утренней воскресенья и праздничные дни народ обыкновенно уходит в сторожку. Иные сидят тут же в церкви, а летом разбредаются по могилам. Некоторые же уходят и по домам духовенства. Спорят и ведут свои обычные разговоры о разных домашних делах. А времени между утренней и литургией много. И отец Петр решил им воспользоваться для расширения религиозных знаний своих прихожан. Он садился на табуретку посреди церкви, приглашал всех слушать и читал обыкновенно, отчетливо и внятно, не торопясь, историю праздника или житие прилучившегося святого. Это нововведение так понравилось прихожанам, что после утренней уже никто не уходил из церкви, а все ждали чтения. Чтение продолжалось недолго, минут двадцать или с полчаса. Так что совсем не было и утомительно. После чтения все могли отдохнуть, когда заблаговестят к обедни. Хорошо рассчитал отец Петр это дело. Прихожане по выходе из церкви после чтения для отдыха вели большей частью разговоры между собой по поводу только что прочитанного. Этим самым укрепляли и уясняли себе его содержание. И таким образом религиозное знание западало в душу. А это много значит, думал отец Петр. Семя брошено в землю, вспоминал он слова спасителя. А как оно растет, никто не знает. Как из семени образовалось растение, ни для кого не ведомо. Так и тут. Все выслушанное прихожанами в церкви непременно принесет плоды. А как это совершится, никто не знает. Все маленькие дела и события в деревне, а как они велики и многоплодны, по мнению отца Петра. И как красноречиво свидетельствует, что Царство Божие всегда с нами, и оно везде возможен на земле. Вот пришел мужик, пришел прямо с работы, серый, грязный, в рабочем зипунишке, совершенно вытертая шапка под мышкой. А лицо светлое, радостное. Он протягивает заскорузлые руки, наклоняет голову и говорит, батюшка, благослови. Что скажешь, спрашивает отец Петр, благословив пришедшего. Да вот к твоей милости, бог паренька, мальчика дал. Хозяйка, значит, распросталась. Так молитву надо. Уж не откажи, батюшка, сделай милость. Отец Петр, одевшись, вышел с мужиком. У крыльца стояла лошадь без седла. И батюшка сел на нее верхом. А мужик пошел пешком рядом, перебрасываясь с ним отрывочными фразами. По прибытии в деревню батюшка отправился с бабой-повитухой в баню. Ибо там по обычаю деревенскому почти всегда совершались родины. И вот в черной курной бане на полке, где обыкновенно парятся, лежит родильница с младенцем на куче соломы и радостно слушает молитвы, стоящие перед ней священниками Петрахили. Картина до удивительного, простая, но до глубины души захватывающая и трогательная. В этом ничтожном месте, в этой жалкой деревенской бане, готовой, кажется, развалиться при незначительном напоре ветра, славится великое и благословенное имя Господне. И приносится благодарение Богу за то, что человек явился в мир и нарекается этому новому человеку святое имя, которое он будет носить вовеки в Царстве Божием. Ну, будь здоров, молодец, поправляйся скорее, говорит отец Петр, благословляя роженницу с младенцем. — Спасибо, дорогой, — отвечает женщина, целую руку священника, — сегодня еще ночку ночую здесь, а завтра и домой. Лежать-то некогда долго, мы ведь только и лежим до молитвы. Только что вышел отец Петр из бани, как его обступили бабы с просьбами, у кого осветить колодец, у кого катку, мышь попала в воду. Иная звала зайти в дом. — Девушка вешмается головой так, что и моченьки нет. Зайди, родненький, хоть по голове погладишь и облегчится. О, Господи, как велика вера этих простецов! И с радостью идет отец Петр возложить руку свою на болящую от раковицы, усердно и горячо прося Господа, да пошлет он ей исцеление от болезни. Посидит отец Петру больной, даст, какие знает советы, покроет голову больной Петрахилью, молча помолится, и вера спасает. Больная ее родные видят, милость Божия, уже в одном том, что батюшку Бог принес в деревню. Не родил Ефрема Феокла, зачем бы батюшке быть в деревне-то? И к нам бы не пришел. А теперь, слава Богу, спокойно, и никто не сомневается, что девица выздоровеет. Так и провожает отца Петра бабы, старухи и малые дети по деревне, и всякому хочется хоть посмотреть на него. Иная старуха даже обратится с такой просьбой. Батюшка, посмотрел бы у меня ягненочка, видишь, ногу вывихну что ли, распухла, лежит и не ест. — Зайдем, посмотрим, — скажет отец Петр. — Да, вывихнута нога. Давай-ка бабушка мешок до ведра холодной воды с ковшиком. Намочил отец Петр мешок и завернул в него больную ногу ягненка, а затем наказал старухе, чтобы она, маленько погодя, не развертывая мешка, вылила бы на больную ногу ягненка кож другой холодной воды, и чем холоднее, тем лучше. И так до тех пор, пока не пройдет опухоль. И опять простецы деревенские уверены, что уж как батюшка посмотрел, выздоровеет ягненок. Так каждый раз, как заедет куда по нужде в деревню отец Петр, так и пробудет там чуть не весь день. А все за маленькими делами и нуждами, за такими иногда, по-видимому, уничтожными, что и времени бы терять на это жаль, а нет. Отец Петр не пожалеет. Вот Сысояна невестку назвала шелухой. Ведь эко-важность. А нет, та вот к батюшке сейчас. Рассуди, говори, желанный, тоска меня обуяла, кусок в голо не едет, все не мило. Да, дело пустое, а вон какую смуту ведь произвело. И батюшка мирит свекровь с невесткой. И тут же среди обеих сидит и принимает от них угощение, состоящее из куска пирога из черного теста. Кушай, желанный ты наш, покорми золотой. Как будто ни у кого и ссоры не бывало. Ну, прощайте, говорит батюшка, пора и домой. Поклон Кузьме. Прости, родной, спасите Христос. Сам отец Петр чувствует, что дела у него все маленькие. И радуется он, что делать их много. И молит в уме Бога, чтобы таких дел было еще больше. Потому что он видит в прихожанах своих малых церков Христовых и знает, что эти именные прихожане составляют радость его о Господе. Все хорошее в прихожанах несказанно радует его. А разные недостатки духовные заботит. Много разных суеверий, примет, странных обычаев. Но так как прихожане, видя добрую жизнь своего молодого священника, безусловно слушаются его во всем, то он и надеется при помощи Божией справиться со всем. Главным же образом отец Петр думает действовать на невежество прихожан через школу. Сам он за один год своего служения на приходе немногому и немногих детей еще научил. Но его утешение составляет то, что в минувшую весну ему удалось уже выстроить отдельное школьное здание. И при том, исключительно руками и средствами прихожан. Вот при таких тяжелых условиях и самой ужасной духовной темноте своих прихожан, отцу Петру Галатийскому без особых усилий удалось устроить для прихожан очень хорошее школьное здание для прихода с квартирой для учителя и с избытком даже обеспечить содержание учителю посредством общественной запашки. Ах, как я счастлив, восторженно говорил отец Петр своей супруге, что Бог привел меня быть сельским пастырем. И народ здесь какой хороший, продолжал он, воодушевляясь, во всем слушается. А поди-ка в другом месте поговори теперь, в самом деле, с крестьянами. Я не очень ученый, отвечала супруга, но все же хорошо понимаю, дорогой мой, что если сам будешь хорош ко всем, так и ты не встретишь ни одного худого. И Господь всегда пошлет тебе успех во всяком, хотя и маленьком, но добром деле, убежденно закончила матушка. Хорошо это понимал и сам отец Петр. Он продолжал делать свои маленькие дела, которые, по его убеждению, должны были принести большие плоды. Привратник Данию. Рассказ Потапенко. Новый архиерей только что приехал в город. Вид у него был такой маложавый, что ему нельзя было дать даже тех 45 лет, какими он обладал в действительности. Высокий, стройный, с муглолицей, с крупными строгими чертами, с длинной шелковистой черной бородой и черными пышными волосами, в которых не смело показаться еще ни одна сединка. И сейчас же оказалось, что он человек деятельный, во все стал вникать, все хотел улучшить, исправить. И общественность ему была свойственно большая. Всех принимал, со всеми знакомился и сам ездил всюду, куда бы ни позвали. В какие-нибудь три недели он сделался любимцем всех серьезных и благочестивых людей. Это была его первая епархия. И он наслаждался не только властью, но и возможностью творить добро. Приехал он ранней весной, когда в городских палисадничках начали распускаться почки деревьев, и выползла из-под земли первая зеленая травка. В архиерейском саду защебетали птицы и показались белые головки ранних ландышей. А одноэтажный архиерейский дом выходил фасадом на улицу. Но этот подъезд служил только для торжественных случаев. Обыкновенно же архиерей пользовался внутренним входом со двора. Здесь он садился и в карету, когда уезжал в соборную церковь или кататься за город. Так уже водилось при прежних архиереях, и он принял этот обычай беспрекословно. К этому входу примыкал узенький палисадник, а за палисадником были высокие громоздкие ворота и при них каменная сторожка. Архиерею очень нравились и город с его многочисленными садиками, с благоустроенными мостовыми и, как казалось при первом ознакомлении, благочестивыми жителями. И мягкий теплый климат, и сад при архиерейском доме, откуда из высокой беседки открывался живописный вид на широкую реку, усеянную парусами и мачтами коммерческих судов, и трубами пароходов. И самый дом, в котором было уютно, стояла покойная мягкая мебель, на стенах висели красивые пейзажи. Все это показывало, что у предшественников его был хороший вкус. Каждый из них к прежнему прибавлял что-нибудь свое, прибавлял и уезжал на другое место. А теперь все так хорошо устроено, что, как казалось ему, и прибавлять нечего. Одно только не нравилось ему, и тревожило его в ранние часы, когда он нарочно поднимался с постели, чтобы обрести тишину. Он действительно вставал очень рано, часов пять, когда и город еще спал, и даже на близкой от архиерейского дома речной пристани, где в течение дня шла суетливая и шумная возня, обычная работа не начиналась. В эти часы он садился за письменный стол и писал какое-то солидное богословское сочинение, над которым работал уже несколько лет. И в первое же утро, когда он после двухнедельного знакомления с делами своей пархии почувствовал, наконец, душевный покой, что принять за свою любимую работу, рано поднялся, сел за стол и при свете лампы начал густо нанизывать строки своим мелким, но удивительно четким почерком. Он вдруг остановился на полусловии и поднял голову. Что такое? Что за странное пение? Казалось бы, в этот час все в доме должны спать, и состоящие при нем духовные чины и живущие во флигеле певчие и служащие. А между тем чей-то поющий голос ясно слышался ему, и он даже понимал, что доносится он в комнату через раскрытое окно, которое выходило в палисадник. Он положил перо и стал прислушиваться. Голос не громкий, но довольно высокий тенорог, такой светлый, ясный, точно детский, но в то же время явственно не детский. Не поет, а как будто мурлышит себе под нос, но слова произносит очень отчетливо, раздельно, так что можно хорошо разобрать каждый слог. Блажен муж и женеиде на совет нечестивых, аллилуйя, и на седалище губителей не седе, аллилуйя. Но заинтересовался архиерей, подошел поближе к окну, стал смотреть. Сквозь прозрачный воздух, уже порядочно обозначившегося рассвета, видны были ветви молодых деревьев и кусты палисадника, зеленая решетка, ограждавшая его от двора, белая стена каменной сторожки и больше ничего. Никаких движений. На улице еще не началась жизнь. Только где-то вдали на реке раздается протяжный густой свист парохода. А голос все пел неторопливо, однообразно и как-то особенно подолгу останавливалась на «Аллилуйя». Пел псалом Давида и допел его до конца. А потом сейчас же начал другое, но в том же самом тоне, из самой той же ноты и тоже божественный стих «Свете тихий». Потом еще какой-то стих из утренней. Но при этом странно было то, что вместе с пением доносились и другие звуки, как будто кто-то изредка иногда часто ударял молотком, а что-то не совсем твердое. Но этот звук не имел никакого отношения к пению, он был не в такт и часто даже шел в разрез такту. Ничего не мог понять архиерей. И так как ему хотелось писать, то он решил закрыть окно в полной уверенности, что это поют где-нибудь в соседнем доме или через улицу. Может быть, какой-либо благочестивый человек совершает про себя утреннюю молитву. Но в это время в окно ударил луч только что взошедшего солнца, и комната осветилась ярким радостным светом. А горевшая на столе лампа разом поблекла. А оттуда из неведомого уголка вдруг донеслось радостное ликующее пение высокого и как-то вибрирующего голоса «Слава тебе, показавшему нам свет! Слава, слава!» И после этого голос замолк, и как-то деловито раздался только стук молотка. Это последнее, как бы приветствовавшее восход солнца песнопение, и как-то странно взволновало архиерея. Он не закрыл окна, а поднялся и начал ходить по комнате. Решительно не писалось ему. Настроение было совсем для этого неподходящее. Он ходил по кабинету с полчаса, потом вышел в сад, и там бродил все так же непонятно и таинственно взволнованный. В существе он уже забыл о пении, а только переживал особенное нервное настроение, которое не мог объяснить словами. Часов семь он вернулся в дом, потребовал келейника и велел подавать. Утренний чай. На следующее утро он опять рано проснулся с целью работать. Но едва умерла свою первую мысль, как снова раздалось пение, но уже другого псалма и других тропарей. А голос все тот же и то же постукивание молотка. Архиерей с досадой положил перо. То, что вчера было только интересно и таинственно волновало, сегодня расстроило его и даже раздражило. Он встал, нервными и нетерпеливыми шагами прошел в комнату келейника и разбудил его. Келейник протер глаза, взгнув на архиерея и сейчас же понял, что тот разгневан. «Что это за пение?» Сурово спросил архиерей. «Ты слышишь?» Келейник прислушался. «Но он был здесь такой же новый человек, как и архиерей, и не умел удовлетворительно ответить на его вопросы». «Не знаю, владыка, надо бы поспрашивать отца эконома». «Не только поспрашать, а и устранить», – сурово сказал архиерей. «По всему видно, что это в пределах нашего дома. Болосло какое-нибудь. Кто-нибудь испевчик должно быть». Келейник принял приказание архиерея, но сейчас ничего нельзя было сделать. Эконом спал, как и все другие. «Но, конечно, ради спокойствия архиерея можно было бы разбудить эконома». Но архиерей этого не приказал. Архиерей же вернулся в кабинет и затворил окно. Пение все-таки доносилось, но глухо, как будто издалека. И он какой-то, кое-как мог овладеть своими мыслями. С часов в девять утра к нему явился эконом – высокий худощавый монах с длинными рыжими волосами и рыжей бородой. Поклонившись в пояс, он почтительно остановился у двери и сказал «Ваше Преосвященство приказали удалить с места привратника Даниила». Архиерей посмотрел на него удивленными, непонимающими глазами. «Привратника удалить?» «Я ничего не приказывал о привратнике». «Мне сказал Келейник…» «А, так это может быть…» «Почему же привратник? А разве он поет?» Эконом несмело и скромно чуть-чуть улыбнулся. «Он у нас поющий, Ваше Преосвященство». «Странно. Обязанность привратника стеречь двор, запирать и отпирать ворота, а не петь, да еще в такой ранний час». «Привратник Даниил, Ваше Преосвященство, живет в доме уже восемнадцать лет». «Ну, значит, восемнадцать лет в доме был беспорядок», – сказал архиерей, которого эконом начал уже раздражать своими, как ему казалось, неподходящими словами. «А я хочу, чтобы был порядок. Пожалуйста, чтобы каждый делал свое дело. Пускай певчие поют, когда это от них требуется, а привратники стерегут двор. И привратник, который занимается пением, должен быть удален». Эконом как-то нерешительно потоптался на месте, как будто хотел еще что-то сказать, но, видя, что архиерей раздражен, не решился. «Слушаю», – Владыка сказал он, и, поклонившись, в пояс вышел. В длинном коридоре, открытом в палисадник, а дальше во двор он встретил своего помощника, тоже монаха, но постарше, маленького, толстенького, с серой небольшой бородкой и с тоненькой косичкой на затылке. «Были у преосвященного, отец Эконом?» – спросил помощник, которого звали Досифеем. «Был отец Досифея, и не знаю, что делать. Приказал привратника Даниила удалить с места». У Досифея густые, нависшие белые брови, высоко поднялись от изумления. «Даниила удалить? Что вы такое говорите, отец Эконом?» «Так и приказал. Что же я поделаю?» «Да за что же?» «Келейник мне рассказал, что преосвященный встает раньше солнца и любит в утренней тишине писать сочинение какое-то ученое. И вот вчера и нынче не мог писать. Будто Даниил ему мешает». «Ох ты, Боже мой! Да, но правдоподобно, отец Эконом. Я и сам проснулся очень рано и слышу «Аллилуйя, да Аллилуйя!» «А потом в свете тихий. Как же вы будете, отец Эконом?» «А не знаю, отец Досифей. Прямо-таки не знаю. Вот развожу руками, не знаю, что делать». «Так нельзя же удалить с места Даниила?» «Нельзя. Конечно, невозможно. А преосвященный был раздраженный. Я сказал ему, слушаю». «Вот положение», — сказал Досифей, и тоже развел руками и покачал головой. А архиерей, между тем, был уверен, что его приказание исполнено. Он не мог даже и представить себе, чтобы было иначе. Эти несколько дней он не мог приняться за работу. Случились какие-то сложные консистерские дела, приходилось их улаживать. А для работы требовалось безоблачное настроение. Он с ней не торопился, но уж хотел исполнить ее как можно лучше. И в такие дни, когда он не писал, он позволял себе вставать попозже, часов в семь. Но дней через пять после приказания Эконому он опять поднялся рано, чтобы писать, и даже не успел присесть к столу, как услышал пение Божественного Псалма. «Как, воскликлон, это продолжается? Значит, это неустранимо. И я никогда не буду в состоянии работать. Но кто же здесь начальник?» Он рассердился не на шутку. Очевидно, здесь все распущены в конец и беспорядок пустил в глубокие корни. Какой-то превратник делает, что хочет, а Эконом не исполняет прямых распоряжений архиерея. Он так был разгневан на Эконома, что не захотел даже будить его. Он не тронул и Келейника. В темном. А просто вышел из комнаты в коридор, а оттуда в палисадник. Он решил самолично исполнить то, в чем отказал ему Эконом. В палисаднике совершенно явственно было слышно пение Псалма. Нужно было пройти шагов пятьдесят, чтобы выйти через маленькую калитку во двор, и там сейчас же была и сторожка. Рассвет только еще начинался. В темном шерстяном подряснике, в бархатной скуфье, в мягких башмаках архиерей вышел из палисадника во двор и приблизился к сторожке. С этой стороны из нее выходило только маленькое оконце, а дверь была с другой стороны, где были ворота. Он заглянул в оконце, но ничего не разглядел. Он постучал довольно сильно. Пение прекратилось. «Кто там стучится, раб Божий?» Спросил изнутри тонкий теноровый голос, тот самый, что пел. «Выйди сюда, повелительный властно сказал архиерей. Работаю я, лучше ты войди, раб Божий, обойди вокруг сторожки и войди в дверь». Архиерей почувствовал сильный прилив гнева, самовольства, распущенность. «Надо принять строгие меры», — мелькнуло у него в голове. Но, решив, что не добьется выхода из сторожки привратника, он обогнул маленькую постройку. Дверь была растворена настежь, и через нее сильнее слышалось пение. Он постучался и здесь. «Экай же ты чудак, раб Божий! Ясно ведь говорю тебе, входи!» «Выйди сюда, я приказываю резким строжайшим голосом», — сказал архиерей и сильно ударил рукой по двери. И Даниил, должно быть, почувствовал, что так может говорить только власть имеющий. Через несколько минут в дверях сторожки показалась фигура привратника Даниила. Маленького роста, тончайшего сложения, в коротеньком, чуть-чуть пониже колен, не то кафтане, не то свертуке, с голыми ногами и при этом большой головой, с лысой верхушкой и серыми прямыми волосами по краям и широкой, но не длинной бородой. В левой руке он держал новую сапожную подошву, а в правой небольшой молоток. С недоумением и пытливостью посмотрели на архиерея большие, остро внимательные глаза. «Ну, вышел!» «Кто же ты будешь раб Божий?» – промолвил Даниил, остановившись на пороге. «А ты не знаешь? Служишь привратникам и не знаешь архиерея!» «О, Господи!» – воскликнул Даниил и, бросив куда-то к себе за спину подошву и молоток, опустил руки по швам и низко-низко поклонился. «И не вдомек, а правда, владыка и есть, владыка наш! Видать-то видал, да только в карете, проезда мимо, через ворота!» «А так Господь не привел, да еще в такой ранний час! Никак не думал, не гадал!» И, говоря это, Даниил все время отвешивал поклон за поклоном, протягивая правую руку до земли, а левую прикладывая к своей груди. Но архиерей был слишком раздражен, чтобы выслушивать его многоглаголевые речи. «Ну, довольно!» – гневно оборвал он его. «Ты что здесь, привратник?» «Сторожу, владыка, восемнадцать годов, как один денек! Сторожу добро, владычное! Семерых архипастыр истерек! И вот Господь привел... «Слишком много болтаешь, и пение до рассвета неуместно!» «И до рассвета владыка Бога хвалить никому не возбраняется!» «Ладно!» – круто обрезал его архиерей. «Я уже давно приказал эконому удалить тебя!» «Удалить?» – добродушно засмеялся Даниил. «Невозможно меня удалить, владыка!» «Почему невозможно?» «Невозможно!» «Невозможно, владыка!» «Я уже прирос тут!» «Невозможно!» «Преосвященнейший, владыка!» – говорил привратник. И все кланялся, и все кланялся, по-монашески прикасаясь пальцами правой руки до земли. «Сумасшедший какой-то!» – сказал не ему, а самому себе архиерей, и, круто повернувшись, пошел по направлению к саду. Но свежий утренний воздух и движения усмирили его гнев. Он стал припоминать фигуру и лицо Даниила. Ему показалось, что на него смотрят большие и внимательные, как бы проникающие в душу глаза. Маленький человек в сером кафтане, босые ноги до колен, в руках кусок кожи и молоток. Стук этого молотка, он, должно быть, и слышал вместе с пением. И разговор пристранный. Что-то, как будто не совсем подходящее под его мимолетные мысли. Самовольство, распущенность. Что-то другое, хотя и непонятное, чем-то удивительным веет от этой странной фигуры. «Гнев часто ведет к заблуждению несправедливости», — размышлял архиерей, мирно шагая по аллее сада. «Может быть, я и ошибаюсь. Да и почему же эконом не исполнил моего приказания? Не может он до такой степени ослушаться, какова бы ни была распущенность». Тут что-то другое. Как странно. У простой каменной сторожки есть своя, по-видимому, тайна. Гулял он таким образом часа полтора и видел, что во дворе уже началась жизнь. Отворились тяжелые двери каретного сарая, выкатил кучер Ефим карету и начал мыть ее. Повар прошел в ворота, должно быть, отправился на рынок за провизией. Какой-то монах появился во дворе. Из флигеля выбрежало несколько мальчишек, это певчие. Из саду скрипного калитка и мелкими шажками деловито пошел по главной аллее помощник эконома до сихей. А архиерей повернул обратно, рассчитывая, чтобы на скрещении дорожек встретиться с Досифеем. Так и вышло. Маленький, толстенький монах при виде архиерея снял шапочку и подошел под благословение. По делам идешь, отец, за сихей? Приветливо спросил архиерей. На пристань, через нижнюю калитку хочу пройти ваше преосвященство, ответил монах. Там, сказывают, свежую осетрину на лодках привезли. Так вот, к столу вашего преосвященства купить отец эконом приказал. Ладно, успеется. Пройдемся со мной. Известно тебе, говорил архиерей, медленно я полей-то. О моем распоряжении эконому, чтобы удалить привратника Даниила. Отец эконом говорил мне об этом, ваше преосвященство. А почему же он не удален? У вас всегда так исполняется приказание архиерея? Дело отца эконома, владыка. Я не смею вмешиваться. Видимо, намеренно увильнул он от прямого ответа до сихей. Ну да, ты не смеешь. Это может быть хорошо. Но ты имеешь свое мнение, которое можешь передо мной высказать. Мнение мое, ежели разрешите, ваше преосвященство, что привратника Даниила невозможно удалить. Невозможно? Промолал архиерей. И его так изумило это слово, которое несколько раз повторял и сам Даниил, что он остановился. Что же значит это невозможно? Это слово меня поражает. И эконом думает, что невозможно, и сам привратник тоже думает, что его удалить невозможно. Невозможно. Так это и есть. Но почему же? Я тоже желаю знать это. Даниил, ваше преосвященство, он привратник не только мы вещественный, но и духовный. Вот как. Что же такое это означает? Молитвенник он, владыка. Душа у него младенческая и прямо к Богу обращается. Мы, особенно живя здесь в миру, по слабости человеческой согрешаем. Целый день в хлопотах, ваше преосвященство, а он за нас молится. Полагаю, что молитвами его и стоим. Ммм, я не знал этого. И загадочно это. Но все-таки, как же мог эконом не исполнить приказание архиерея? Этого я не понимаю. Архиерей может заблуждаться и грех ему будет за это. Все же не понимаю. Если бы, например, ты, Досифей, был эконом и сделал бы тебе приказ удалить Даниила, неужели бы ты ослушался? Упал бы в ноги вам, владыка, и просил бы сослать меня в глухой монастырь хотя бы на всю жизнь, а только бы этого я не смог. Вот как, сказал архиерея и взглянул в сторону, где появилась другая фигура монаха. Не эконом ли это? Да, это отец эконом идет. Позови его, Досифей. Отец Досифей, несмотря на свой почтенный возраст, легкое рысо побежал по направлению к монаху и остановил его. Через минуту оба они, эконом и Досифей, стояли перед архиереем. Вот я говорю, отец эконом, как мог ты не исполнить моего приказания относительно привратника Даниила? Эконом снял шляпу и отвесил низкий поклон. Прошу милости у вашего Преосвященства, снимите с меня обязанности эконома. Невозможно это, право невозможно, владыка. Невозможно, невозможно, повторил архиерей с каким-то почти мистическим изумлением. Все говорят, невозможно. Я и не настаиваю, но я и не понимаю. Нельзя объяснить вашему Преосвященству, сказал эконом. Мы тут живем многие годы и знаем его. Чтим его, как нашу святыню. Вот я уже 12 лет экономом, 5 владых при мне переменилось. И все у нас хорошо да счастливо идет. Никогда никакого несчастья, никакой либо неприятной случайности не было. Сад как разросся на моих глазах, прямо рай земной. В парниках у нас овощи растут, как ни у какого хозяина. И все это так мню я, грешный, в своей душе, молитвами перевратника Даниила. И соблаговолите, владыка, обеспокоить вас смиренной просьбой. Отмените приказание насчет удаления его. Отменяю, отменяю, поспешно сказал архиерей, как бы отдаляя от себя какую-то опасность. Я и не настаивал. Я только не понимаю. Не знаю. Должно быть это так, если вы оба говорите. И вам так скажут все, спросите любого живущего в доме, кучера, певшего, да и посторонние так же скажут. Хорошо, хорошо. Я не настаиваю. Пора мне в дом, а вам, отцы, по делам вашим. И архиерей отправился в дом, где сейчас же начался его деловой день. И опять его поглотила ежедневно неизбежная суета. И некогда ему было даже подумать о Данииле, который тогда, во время разговора с монахами, так заинтересовал его. Несколько дней не вставал он рано и не занимался своим писанием. Был конец мая. В городе уже давно готовились к торжеству, какая-то годовщина. Приехал к архиерее губернатор и пригласил в тот же день служить торжественное молебствие на площади, украшенной флагами. А затем отобедать у него в доме. Архиерей не особенно любил обедать не у себя, но считал обязанностью представителя высшего духовенства принимать участие в празднести целого города. И согласился. И в доме накануне все уже знали, что завтра архиерей обедает у губернатора. И заобедался владыка. У губернатора в большом приемном зале был накрыт огромный стол. И съехалось сюда все, что только было в городе достойного столь высокой чести. С одной стороны из мира чиновного, с другой же из богатого купеческого и промышленного слоя. Таково ли было это общество само по себе, или так на него действовало присутствие архиерея, но все держали себя в высшей степени чинно и даже очень строго. А начался обед поздно, около семи часов, и тянулся медленно, причем промежутки между кушаниями неимоверно удлинялись речами. Так как были речи, посвященные архиерею, то ему пришлось говорить, а он был хороший оратор и сумел завладеть общим вниманием. И не заметил владыка, как обед затянулся, а когда встали из-за стола, то был уже двенадцатый час. Скоро он простился с хозяевами и с обществом и уехал домой. В архиерейском доме увидели карету, въехавшую во двор только в полночь. Отворял и запирал ворот, разумеется, привратник Даниил. Что думал он по этому поводу, никто не знал. Но весь остальной архиерейский дом был удивлен необычно поздним приездом архиерея. Обыкновенно в архиерейском доме рано ложились спать, а в особенности в архиерейских покоях огни гасились раньше, чем в других помещениях. Обыкновенно в архиерейском доме рано ложились спать, а в особенности в архиерейских покоях. Жизнь была построена так, чтобы жить днем, при солнечном свете вставая как можно раньше. И архиерей сам смотрел на свой поздний приезд как на ошибку, которую больше не собирался повторять. В особенности он ясно сознавал эту ошибку, когда приехал домой. Многолюдное общество, шумные речи и известное напряженное состояние нервов вследствие того, что он совершенно не привык ко всему этому, утомили и расстроили его, и он никак не мог заснуть, и у него явились мрачные мысли. Несмотря на свой живой деятельный характер, на большую общительность и даже влечение к людям, он все же был хороший и убежденный монах. И эта необходимость часто надевать на себя личину светскости, чтобы представлять в губернии духовную власть, всегда тяготили его. Это полуночное сиденье за столом, где была сотня гостей, вид разнообразных кушаний, бокалов с шипучим вином, хлопанье бутылок и речи, хоть и скромные, и деловитые, и благонамеренные, но все же светские, тяготили его душу, как нечто противомонашеское и греховное, и вносили в нее некий разлад. И он напрасно только лег в постель, потому что не мог заснуть. Да кроме всего этого и ел он не в урочный час, и принужден был хоть и немного выпить, и против этого протестовал его организм, долгими годами выдержанный в определенных привычках. И уже в два часа он поднялся с постели, зажег огонь и убедился, что не заснет. Пришла ему мысль, не присесть ли к письменному столу и не принясть ли за сочинение. Обстоятельства, по-видимому, благоприятствовали этому. Кругом была глубокая тишина, и даже привратник Даниил, очевидно, спал, так как не было слышно его пения. И он попробовал, но мысли его были далеки от темы, и ничего из этого намерения не вышло. Тогда он решился прибегнуть к своему обычному средству, к прогулке в саду, где свежий воздух и движение всегда успокаивали его. Надев шерстяной подрясник, скуфью и мягкие туфли, а также взяв в руки палку, он тихонько вышел из своих покоев, бесшумно прошел по внешнему коридору, мимо квартиры эконома и досифея и других служащих, спустился по нескольку ступенькам во двор, а оттуда прошел сад. Ночь была какая-то волшебная, поразительная тишина. Безоблачное небо было усыпано причудливыми рисунками звезд, а над горизонтом еще тихо и неторопливо доканчивал свой обход месяц. Ветви деревьев, уже разукрашенные молодыми нежными листьями, казались посеребренными, а воздух был напоен благоухающей влагой. И разом все это охватило его и наполнило его душу миром. Он медленно прошел по главной аллее, посередине сада, до самой нижней калитки, доходившей почти до реки. Потом стал идти обратно, чувствуя уже, что даже эта недлинная прогулка утишила его душевную тревогу, и он скоро вернется домой и уснет. Он прошел уже половину дороги, когда сквозь решетчатую калитку увидел вдали освещенную месяцем белую стенку сторожки, и внимания его обратил на себя мягкий, чуть заметный свет в маленьком окошечке. «У привратника свет», — подумал Архирий. «В такой час? Неужели он уже встал? Значит, скоро раздастся его пение. И ему пришло на мысль, что ведь этот привратник Даниил, которого так хорошо знают все живущие в доме, для него еще глубочайшая тайна. Правда, в эти дни он совсем забыл о нем. Какие удивительные вещи говорили ему про Даниила и эконома Досифея, а он, поглощенный заботами, даже и не вспомнил о нем. И ему захотелось поближе подойти к жилищу этого таинственного, загадочного человека. Он дошел до калитки и прошел во двор. Тишина и здесь была ничем не нарушаемая. Ворота конюшни и каретного сарая, мимо которых он прошел, были наглухо закрыты. Во всех окнах было темно. И тем более привлекал его этот мягкий и слабый огонек в окон с осторожки. Он приблизился к этому оконцу, оно было полуотворено. Заглянул он, ничего не мог разглядеть, но показалось ему, будто тишина ночи нарушается чем-то похожим на шепот. Да, оттуда из осторожки доносился этот шепот. И иногда его как будто рассекал тихий возглас, но без слов, скорее похожий на глубокий вздох. Вся эта таинственность как-то неотвратимо завладела душой его, и он искал возможности, как бы разгадать ее. Несколько шагов он взял влево, где были ворота, и дверь в сторожку. И тут его прежде всего удивило, что дверь и теперь, как в то утро, растворена настиж. Видно, он никогда не запирается, подумал архиерей, и что-то повлекло его дальше. Он подошел к двери, и на несколько шагов совершенно беззвучно продвинулся вглубь сторожки, переступил порог и остановился. Свет исходил от лампадки, висевшей высоко в углу перед иконой. Но только одна эта икона и была, а ниже на высоком узеньком столике лежало большое деревянное распятие. Архиерея кинул взором всю комнату. Дрожащий свет лампадки освещал ее. На стене гвоздиком были привешены какие-то инструменты, нож, клещи, молоток. Около стены дождчатые палати, прикрытые рядом сэм. В головах свернутый овчинный тулуп, но на палатах никого. Около окна низенький столик, а рядом круглый табурет, как будто кусок дерева или обтесанный пень. На столе куски кожи, какие-то рванные башмаки, а рядом с ними новые еще, недоконченные, только наполовину сшитые. Но удивлялся архиерей, что нигде не видно было самого Даниила, а шепот его между тем слышался явственно, и теперь он различал даже слова. Пригляделся он пристально и, наконец, увидел маленькую фигуру под самой лампадкой. Там было темное пятно, так как сама лампадка и закрывала это место от лучей, горевшего в ней фитиля. Это был привратник Даниил. Он стоял на коленях, спина его полусогнулась, а лицо было приподнято кверху, и руки молитвенно воздеты. Архиерей замер на месте. Зрелище было так неожиданно для него. Чувствовал он, что неловко как-то стоять за спиной человека, когда он совершает свое, быть может, самое интимное дело. Но он не мог уйти, уже захваченный и самыми словами, которые шепотом произносил Даниил. Явственно доносилась заслуха архиерея, которая стояла в неподвижном глубоком молчании. Господи, царю небесный, обрати свое милостивое лицо на нас, возривишьте. Слабы мы создания Твои, немощны мы духом и невоздержны плотью. И прости, прости нас всех до единого. Помыслы наши греховные, дела наши суетные. Возложились и Господи на мои немощные аромена, стражу духовную. Буя мира избрал Есида, посрамит он премудрые. Но и премудрые давниду царствия Твое, аки чистые духом младенцы. Ты же, Господи, избрал его светильником своим, да светит он и нам во тьме греховной. Ты же послал его в мир суетных соблазнов исполненный. Не вмени же ему в грех на втором Твоем пришествии сей мирское улещение даже до полунощи. Младым, младым поставил его Еси над душами. Умудри же его младость, укрепи его волей, научи Аки твердыню держать в руце посох святительский. Господи, подумал архиерей, да ведь он обо мне молится, о моем грехе сегодняшнем. Так вот он, каков этот привратник, Даниил. И видно, не случайное любопытство привело меня сюда, а некое указание. И так же тихо, как пришел, он вышел теперь из старушки, весь охваченный глубоким волнением. Вот он, каков привратник, Даниил. Вот он, каков, твердил себе архиерей, как-то особенно поспешно направляясь через палисадик в свои покои. Может быть, и правы экономы до сихей, что его молитвами держатся сей дом. Вот и мой грех, мое мирское увлечение он замолил. Может, в эту минуту я уже прощен и уже чист перед Богом. Только перед самым рассветом уснул архиерей в ту ночь. И в доме все удивлялись тому, что он так долго спал. В девять часов утра приходил консистерский секретарь с закладом, потом и другие. Но архиерей только в десять поднялся. Думали, не заболел ли он после вчерашнего обеда, но увидели его бодрым и здоровым. И когда он припоминал свое вечерашнее ночное посещение, то видел, что еще многое осталось для него непонятным. Он познакомился только со внешней стороной жизни и личности привратника Даниила. Но о душевной сущности его не знает. Но даже и внешние некоторые подробности были для него загадкой. Что это за инструменты? Какие-то старые башмаки и другие недошитые куски кожи. Ясно, что он занимается сапожным делом. Но почему? Зачем? Неужели зарабатывает? Подвижник, молитвенник и вдруг у него есть какое-то ремесло. Можно было порасспросить обо всем этом Эконома или Досифея. Но архиерею хотелось вступить самому в непосредственное сношение с Даниилом. Как же так? Живет в доме такая замечательная личность, а он, архиерей, не имеет о ней должного понятия. Вскоре после полудня, когда архиерей, наскоро выслушав опоздавшие доклады, видели его вышедшим из своих покоев. Но он не прошел по обыкновению во двор, чтобы гулять в саду. Ведь никуда он больше не выходил, как только в сад. А вошел в палисадник, из него через калитку во двор, а потом в сторожку. Когда он обошел сторожку, чтобы приблизиться к двери, ему пришлось на секунду остановиться, ибо глазам его представилось нечто новое. На площадке около двери, на том круглом табурете, который он видел вчера, сидел Даниил. Но на этот раз он был не в кафтане, а в рубахе, поверх которой был надет длинный лоснящийся фартук из желтой кожи. Перед ним стояли двое, какой-то человек в рубищах и босой, и другой тоже в чем-то рваном, с костылем в руке и, по-видимому, с приставленной искусственной деревянной ногой. Даниил держал в руках рваные башмаки и, поворачивая все стороны, внимательно рассматривал их. Архиерей сделал шаг к нему. И в то же мгновение оба оборванца юркнули куда-то за угол. А Даниил поднялся с табурета, очевидно узнав его, начал отвешивать ему поклоны. «Здравствуй, Даниил!» – мягко сказал архиерей. «Вот пришел к тебе погостить и покаяться. Как ты живешь?» «Благословен гряды во имя Господне!» – сказал Даниил, продолжая кланяться. «Молитвами вашими, владыка, прозябаю!» «Можно войти к тебе?» «А можно!» «Для чего нельзя?» «Только непорядок у меня, живу нехозяйственно!» «Ну ничего, войдем!» Архиерей вошел в сторожку, а Даниил последовал за ним. Лампада теперь горела высоко перед иконой. Он перекрестился и помолился распятию. «Ты сапоги шьешь?» – спросил архиерей, рассматривая предметы, лежавшие на столике. «Занимаюсь, владыка! Солдатой был, там и научился! Нехитрая наука, владыка! Да и редкощую, а больше починкой занимаюсь!» «Ну и что же?» «Заработок имеешь!» «А как же имею, владыка, заработок имею, но токмодушевный!» «Нищую братью обшиваю!» «Как нищую?» «А нищую! Кто же им сапоги чинить-то станет? У всех сапожники есть, а у них нету!» «Так вот я и стал сапожником у нищей братья!» «А и посадить вас, владыка, некуда!» «Вот, я табурет-то принесу!» «Нет, не надо, Даниил!» «Я вот здесь сяду!» «Сказал архиерей, подойдя к дощатой постели, опустился на нее!» «На ней не было тюфика или чего-либо мягкого, она была прикрыта только реденцем!» «А архиерей сел-то на ней с тайной мыслью узнать, каково его ложе!» И тут он вспомнил о своей архиерейской благоустроенной спальне, с удобной кроватью, с ковриком для ног и даже с проведенной теплой водой. «Так ты, значит, только нищим и шьешь сапоги?» — спрашивал архиерей. «Только им! Кому же больше! У других у всех есть сапожники, не Даниилу чета! А пугливый они народ гонит их отовсюду и рекут на них всяк глагол зол! Вот и эти! Принесли пару башмаков без подошвы, увидали владыку и убегли!» Но вдруг он прервал свою речь, подошел к архиерее близко и отвесил ему низкий поклон. «Прощение, прошу, владыка, за мое утреннее песнопение! Рассказал отец эконом, что беспокойство утреннее сотворил вам, владыка! Уж не буду, не буду больше!» «Нет, пой, Даниил, пой себе! Никакого беспокойства не будет! А вот я так действительно должен перед тобой повиниться!» «Передо мной, владыка!» «Да-да! Сегодня ночью не спалось мне, гулял в саду!» «Свет старошки увидел и любопытством привлечен!» «Пришел к старошке, вижу, дверь отворена!» «Всегда отворена и день, и ночь!» «И вошел я тихонько и стоял и видел тебя молящимся!» «Благословен, гряды!» «И сказал Даниил!» «Не знал я, а то бы восстал и поклонился владыке!» «Не в этом дело, Даниил!» «А в том вина моя, что слышал я слова твоих молитв, подслушал твою душевную беседу с Богом!» «И за меня молился Даниил!» «А уж за всех, владыка!» «Сторож я сего дома!» «Так уж за всех живущих в нем и молюсь Господу Богу!» «И изумился я тому, что ты, обиженный мною, за меня же и молишься!» «Сторож я, владыка, сторож!» «Думаю себе!» «Вот он, владыка, наш монах!» «А над суетой поставлен!» «А суета она, как пыль подорожная!» «Лицо застилает, в очи въедается!» «А молитвой очи ощущается!» «Вот и молюсь!» «Сторож я, сторож, владыка!» «Вот и сторожу!» «Архиерей поднялся!» «Ну, я рад, что поговорил с тобой и счастлив, что при доме архиерейском есть такой сторож!» «А уж я как рад! Владыка у меня в гостях побывал!» «Благослови, владыка!» «Сказал Даниил, подошел к нему и попросил благословения!» «Архиерей благословил, и когда Даниил целовал его руку, нагнулся и прикоснулся губами к его голове!» «А по утрам...» «Пой, Даниил!» «А будет беспокойство, владыки!» «Не беспокойство, а от рада!» «Слышу голос твой и буду знать, что есть еще сторож души моей!» Расставшись с Даниилом, архиерей пошел в сад и долго ходил там по разным аллеям, останавливался, смотрел вдаль на раскинувшееся по безбрежнему пространству долину реки, и никогда еще настроение его не было так возвышенно, как в те хорошие часы. Когда же ранним утром он вставал с постели и садился за свою богословскую работу, из сторожки сквозь растворенное окно слышался высокий, как бы детский голос Даниила, поющий псалмы. И это пение уже больше не беспокоило и не раздражало архиерея. Нет. Оно нашло доступ к его душе и каким-то странным образом слилось с его мыслями и вызывало и поддержало в нем то настроение умственной бодрости, какое было необходимо для работы. Молодой священник отец Андрей Завулонов подъезжал со своей женой к селу Богоявленского, месту своего нового служения. Он только что окончил курс семинарии и принял священный сан по давнишнему глубокому стремлению, а потому был одушевлен высокими пастырскими идеалами. Село Богоявленское, что на лебяжьей косе, раскинулось на высоком берегу небольшой реки, изобилующей шумными порогами. После каждого порога тянется широкая, с тихими заводями задумчивая плеса, где в давние времена любили останавливаться пролетом лебеди. От этого и местность получила свое название. Село Большое растянулось по берегу в два ряда домов и, видимо, богатое. В самой середине села на холме красиво возвышается пятиглавая белая церковь с высоким шпицем на колокольне. Избушки всего села как бы смотрят снизу на храм Божий, куда каждый несет и свои радости, и свое горе. По склону холма кругом церкви уютно расположились дома Причта с небольшими веселыми садиками и деловитыми огородами. Зелень садов еще ярче оттеняет белизну церкви, которая кажется от этого красивым белым парусом на далекое расстояние. Увидев издали церковь, отец Андрей, молодой серьезный брюнет, снял шляпу и набожно перекрестился. Господи, благослови! Сердце как-то защемило. Точно предчувствие какое! И, надевая шляпу, отец Андрей глубоко вздохнул. Как-то Господь приведет нам тут жить, Верочка, обратился он к матушке, молоденькой блондинке с голубыми глазами. Оба мы с тобой совершенно не знаем жизни, а желание сделать в жизни как можно больше добра хоть отбавляй. Хорошо, если сослуживцы поддержат на первых порах. Не теряй веры в себя, ободряюще сказала матушка. Не горы переставлять собираемся. Это положим, но все же. Что все же? Будем делать, что можно. Кого утешить, кому совет дашь, кому чем поможешь. Дело много, и дело все хорошее. И матушка веселой, и вместе выжидающая заглянула в глаза отца Андрея. Словно хотела убедиться, окончательно ли подействовали на него ее доводы. Но отец Андрея ничего не сказал, а только горячо пожал ей руку. Да, дело хорошее, думал он, въезжая в свой приход. А главное, что все эти люди, для которых будешь делать, твои духовные дети. Делам в приходе оказалось действительно много дела. Старковная школа помещалась в старые холодные сторожки. Несмотря на то, что приход был большой, обучалось с ней всего-навсего 20 человек. Учительствовал в школе старичок-диакон, который, если когда и знал что-нибудь, то давно уже забыл все от старости. Он же учил ребят и закону Божию. Благотворительных учреждений и просветительных попыток в приходе, конечно, никаких не было. А темнота в народе удивительная. Что за притча разводил руками отец Андрей в приходе? Ведь всегда было два священника. И на его нервном, вдумчивом лице появилось выражение искреннего недоумения. Но, познакомившись со всем притчным поближе, отец Андрей понял, что ему одному с Верочкой придется начинать просветительную работу в этом точно заброшенном углу. Старший священник, отец Ферапонт Уткин, человек старого закалом, обеими руками замахал на отца Андрея, когда тот, освоившись немного со своим новым положением, заговорил с ним о том, что надо завести в небогослужебное собеседование, библиотеку для народного чтения, поднять на должную высоту школу и вести общее церковное пение. «Ой-ой-ой, слушать страшно!» — почти закричал отец Ферапонт. «Что вы говорите? Да вы мне весь приход испортите всеми своими новшествами! У меня в приходе тишь да гладь да Божья благодать! А как станешь их просвещать, так они тебе живо на шею сядут! Теперь всяк тебя боится, а тогда и знать никто не станет! Настоящий бунт будет!» Отец Ферапонт, живший в одном приходе, тридцать лет без всяких затей даже не на шутку испугался. «Нет уж, пустяков не вздумайте заводить! Испортить народ недолго, а потом уж его не исправишь! Я вас отечески предупреждаю, а то, смотрите, поссоримся!» «Вот тебе и раз!» «Да из-за чего же ссориться?» — весело возразил отец Андрей. «Ведь за добро, какое будем делать для прихода, никто же не станет сердиться, а тем более платить злом! Сами знаете, учение света — не учение тьма! А ведь сам Господь сказал, ходите во свете и сынови света будете!» «Ну, нечего там толковать, а я вас предупредил!» И отец Ферапонт, чтобы не слушать дальнейших возражений отца Андрея, торопливо засуетился. «Забыл посмотреть, дали ли корму скотине! Ведь хозяйский глаз нужен! Тут нам не до просвещения!» Разочарованный отец Андрей, оставшись один, долго думал о предупреждении отца Ферапонта и никак не мог понять, почему его предложение о духовном просвещении народа встречает такой решительный отпор. Кажется, дело более чем ясно. Приход большой и никаких начинаний, а народ совершенно темный и беспомощный. А одно только понял хорошо отец Андрей — на отца Ферапонта рассчитывать было нечего. Сколько не думал отец Андрей над доводами отца Ферапонта, он все более и более находил их неосновательными. Предупреждение старшего священника также не испугало его самого неверочку, с которой он поделился своими впечатлениями после разговора с отцом Ферапонтом. Молоденькая матушка настойчиво убеждала отца Андрея не изменять своих намерений. Если уж пошло на то, что его, мужа ее не хотят поддержать, проводить в жизнь во что бы то ни стало свои идеалы одному, пользуясь ее помощью. И отец Андрей, горячо помолившись Богу, начал свою просветительную деятельность, хотя и в скромных по неволе размерах. В один из воскресных дней по окончании литургии отец Андрей произнес обычную проповедь, в конце которой обратился к прихожанам. Праздники надо проводить благочестиво, в служении Богу, кто как может. А есть ли что Богоугодное в нашей праздничной жизни? Почти что ничего. Вот, кто хочет, приходите-ка сегодня в четыре часа в школу. Почитаем там чего-нибудь, поговорим по душе, молитву какую споем. Незаметно, частик-другой пройдет за душеспасительным делом. Придешь домой, смотришь, поужинал да и спать. Грешить-то и некогда. Так и привыкнем каждый праздник проводить время. Вечером набралось народу в школу до двух сотен. Отец Андрей вместе с матушкой пропел молитву Царю Небесной. А потом заявил, что в следующие разы, кто может, пел бы с ним, и чтобы все запоминали слова молитвы. Потому что всем надо учиться петь молитвы, сказал он. Тогда и будем проводить время в прославлении Бога, как говорит апостол. Во псалмеях и пениях и песнях духовных. Читал на первый раз отец Андрей о том, как христианин должен проводить праздничные дни. В середине чтения для оживления он пропел с матушкой «Под твою милость». Слушали чтение с затаенным дыханием. Старики и старухи постоянно вздыхали и осеняли себя крестным знаменем. А по окончании чтения благодарностям батюшки не было и конца. Спасибо тебе, родной, что надумал нас учить. Надумал. Мы сами чего знаем? Знаем только у Бога просить. Пошли, хлебушка, сохранить скотинку, да дай всякого овоща. А больше что? Ничего не знаем. Так и стали продолжать все чтения неопустительно. И вскоре почти все село стало собираться в школу. Очень не понравилось это отцу Ферапонту новшество отца Андрея. Особенно сердило его то обстоятельство, что молодой священник начал свою просветительную деятельность вопреки его предупреждению. Вопреки предупреждению настоятеля. Этого никак не мог переварить отец Ферапонт, привыкший за свою долголетнюю службу к безусловному подчинению старшим. А тут, поди, вот, не обратил ни малейшего внимания. И отец Ферапонт твердо решил смирить отца Андрея и придумал всевозможные способы смирения. Но способов не находилось, и он не имел из-за этого покоя. Предупреждал я его, говорящий, горячился он среди своей семьи. А он, натика, заводит, да заводит всякие новшества, даже не спросясь ни у кого. Я настоятель здесь, а без моего ведома вдруг в школу народ собирается, читает что-то. И кто знает еще, что там делают. Уж не сектанты ли? Ведь это не порядки. Надо смирить. Надо. А смирить пока было нечем. Это отец Ферапонт хорошо сознавал. Вот нельзя ли как к молодой матушке привязаться, думал он. Вишь, тоже занялась благодеяниями, девиз собирает. Когда кому свободно, приходи во всякое время. Кройки и шитью учит. Вишь, просветители. Но это тоже было не то. И отец Ферапонт тщетно ломал голову. Преподаванием в школе закону Божьей отец Андрей тоже занялся сам, чему старик-диакон был чрезвычайно рад. Вот спасибо отцу Андрею, хвастался он перед отцом Ферапонтом. Большую мне подмогу оказывает. Да и ребята стали исправнее ходить. Хорошо, говорят, батюшка рассказывает. Так бы, говорят, все и слушали. О, и наделает нам хлопот этот батюшка, неодобытельно качая головой загадочный, говорил отец Ферапонт. Помяните быть смути. Да какой же смути, удивился дьякон. Ведь хорошо, как ребята будут знать закон Божий. Да и пропаде отец Андрей важно говорит. Так все и двинуться вперед, как выйдет говорить. Нравится народу. А после обедни еще долго толкуют о том, что выслушают. Нет, по-моему, это хорошо. Стоял на своем дьякон. А чего же тут быть смути? А в том и смута будет, фальцетом выклюкнул отец Ферапонт, грозя кому-то пальцем перед самым носом дьякона, что мы с тобой ничего не будем стоить. А с отцом Андреем весь приход будет носиться, как с писаной торбой. Нет, эти новшества непорядки. Не быть добру. Но подождем до времени, посмотрим, что дальше будет. А то и смирим. И отец Ферапонт нетерпеливо продолжал ждать подходящего случая. Ждать ему пришлось, однако, недолго. Такой подходящий, по его мнению, случай скоро представился. Был обедно-часовенный праздник в одной из деревень прихода. Наступало время жатвы. Отец Андрей служил в водосвятный молебен и ходил с крестным ходом по полям. Окропили скотину. Пастухи прогнали стадок на пастьбу. Крестный ход вступил в поле с созревающим хлебом. Желтеют, колышутся нивы. Ветерок пробегает по ним, что волну подымает и гонит куда-то вдаль, пока глаз видит. Шир необъятная. Стоит празднично одетая деревенская толпа, вперив свои взоры во священные хоругви и влики святых на иконах. Точно ждет оттуда вещание на начало сбора плодов. Бородатые старики, словно библейские типы, стоят со святыми иконами. Груди их покрыты разноцветными церковными пеленами. Яркое солнце играет лучами на крестах и ризах. Отец Андрей, воодушевленный, смотрит на нивы. В одной руке у него крест, в другой крапила. Он хочет говорить. Толпа шевелится и тесным кольцом окружает отца Андрея. Взоры всех сосредоточены, обращены на любимого пастыря. Братья христиане, говорит отец Андрей, смотрю я на зрелые нивы и умом уношусь в далекие времена священной древности. Представляются мне обширные поля золотистой пшеницы Ваоза, прадеда святого Давида, царя Иудейского. Жнут пшеницу на полях Ваоза, а на сжатых и убранных местах собирает оставшаяся колосья руфь, вдова чужеземка, чтобы пропитаться со своей престарелой свекровью. И Ваоз из милости приказывает жнецам больше оставлять за собой колосьев. Вот и вы будете приступать к сбору созревшего хлеба. Прошу вас, пожертвуйте от каждого дома потряс на па бедные бобылки вашей деревни Акулини с детками. Этим на целый год они будут со хлебом. А Господь благословит вашу любовь и пошлет хорошую погоду и успех при уборке хлеба. Широко взмахнул отец Андрей крапилом, и брызги священной воды полетели на Нивы. А народ, как один человек, возгласил, «Спасибо, батюшка, первое трясно по Акулини!» И крестный ход двинулся по полям. На серой большой лошади, запряженной в одноколку, трясется по пыльной дороге отец Ферапонт. Сняв черную поражелую шляпу, он обтирает пот с головы и лица и с неудовольствием ворчит на жару. «Ишь ведь как жарен!» — бормочет он. «Не свободно бы ехать-то! Да нет, шалишь! Такого случая не скоро дождешься! Теперь смирим просветителя!» Отец Ферапонт уже не один раз жаловался благочинному, что отец Андрея разными новшествами портит приход. Говорил и про модные проповеди, не от писания, и про чтение беседы в школе по праздникам. Говорил, что и у молодой матушки собираются больше по вечерам для чего-то девицы. Будто для шитья. А какое там шитье? Кто их знает? Благочинный, также не любивший никаких новшеств, соглашался с отцом Ферапонтом, но не находил в указанной деятельности отца Андрея достаточных данных для его смирения. «Смирить надо!» — говорил он. «Только выжидай, отец Ферапонт, особенного какого случая, чтобы уж верно было. Такое, чтобы до консистории можно было довести. Вот такое особенное, по мнению отца Ферапонта, теперь и случилось. И он едет к благочинному с формальным рапортом о преступной деятельности отца Андрея. Отец Ферапонт твердо уверен, что его беспокойный сослуживец на этот раз уж никак не отвертится. «Э, чем угодно можно поручиться, чтоб поймал таки быка за рога!» — закричал из окна благочинный, увидев отца Ферапонта, въезжающим в неурочное время во двор. Тот только головой умотнул и, выскочив из одноколки, трижды облобызался с хозяином, который вышел на крыльцо встретить гостя. Благочинный был высокий, сухой, жилистый старик, с редкими седыми волосами и с прищуренным левым глазом. Всей своей суетливой фигурой он как бы говорил, «Старого воробья на мяки не проведешь!» Правая половина редкой бороды благочинного была значительно длиннее левой и странным образом оттеняла, не сходившую с его сухих тонких губ, саркастическую улыбку. Отец Ферапонт, сидя за столом в кабинете благочинного, с радостным волнением точно какое замечательное открытие сделал, обрисовал выдающееся, по его мнению, преступление своего сослуживца отца Андрея Завулонова. «Общение и имуществ проповедуют!» захлебываясь и размахи руками, говорил он, «Бедных, — говорит, — не должно быть между нами! На молебне тут, в одной деревне прямо так и сказал, «Дайте, — говорит, — добылке Акулини при уборке своего хлеба с полей столько, чтобы она была так же нисколько не беднее вас!» «Хе-хе-хе!» — многозначительно посмеялся благочинный, показывая длинные желтые зубы. «Чего же еще ждать-то?» — кипятился отец Ферапонт, и даже порывисто вскочил со стула, на котором сидел. «Уж не того ли, чтобы он возбудил бедных против богатых и натолкнул на грабежи?» — иронически закончил он. «Теперь сдействуем!» — совсем прищурив левый глаз засмеялся благочинный. «Смирим! Рапортом отнесусь! С приложением твоего рапорта! Факт, несомненно, преступный, и урок за него дадут отцу Андрею очень хороший!» «Урок отцу Андрею действительно скоро дали!» Недели через две во время обычной беседы в школе ему принесли указ духовной консистории, в котором было сказано, что священник Андрей Завулонов незамедлительно должен отправиться в Энскую пустынь на назначенное ему месячное монастырское послушание. Отец Андрей знал о тайных доносах на него благочинном и чувствовал, что его просветительные деятельности будут упорно препятствовать. Но он радовался успехам своей деятельности и как-то невольно думал, «Жить спокойно, кажется, мне здесь не дадут!» «Ну что ж, сделаю, что успею. А вот зерно, упавшее на хорошую почву, не умрет и даст плод старицею. Господь его взрастит. А мне и то утешение, что сеял не леносно». «Ну, Верочка, дождались мы с тобой наконец», — возвратившись из школы, объявил отец Андрей. «Какими судьбами неизвестно, а добились, что мне назначено на месяц монастырское послушание. Завтра надо ехать. Сиди тут одна». «Да что ты! Не может быть этого!» — опускаясь на стул, едва могла выговорить матушка. Ей сделалось дурно. Отец Андрей дал ей выпить воды, натер виски одеколоном, и она немного успокоилась. «Что же теперь будет? Ведь мы с тобой, с наладившейся деятельности-то, отказаться не можем. Отсидишь в монастыре, и опять за дело. А за это снова чего-нибудь жди, Господи! Поддержи ты нас и защити!» С рыданием закрыв руками лицо, матушка вздрагивала всем телом. «Крест Христов!» — желая успокоить ее, бормотал совершенно растерявшийся отец Андрей. «Крест, говоришь, Христов!» — подняла матушка заплаканное лицо. «Да разве нужен он тут? Ведь всякий подумает, не за хорошие же дела в монастырь тебя посылает. Теперь и прихожане на тебя иначе будут смотреть, и влияние твое ослабеет. Нет, по-моему, пусть крест. Но пусть все и знают, что это крест, что ты безвинно его несешь. А то мало ли есть несчастье по вине самих людей. Например, преступники зият в тюрьмах за преступление. Но эти несчастья не кресты Христовы. «А у нас с тобой и крест Христов!» — убежденно возразил отец Андрей. «Мы терпим не только безвинно, но и за дело Христова. Потерпим. Крест ведет к славе не перед людьми, перед Богом». Отец Андрей взял матушку за руку и, притянув ее к себе, нежно гладил ее волосы. «У нас пока детей нет, и понести посланный крест нетрудно. Не то было бы при детях». Приступ острого горя прошел, и матушка, положив голову на плечо отца Андрея, почти совершенно успокоилась и уже улыбалась сквозь слезы. «Предадим себя волю Божию», — закончил отец Андрей. «Ведь не без цели же он посылает нам с тобой испытания». На другой день отец Андрей собрался в путь. Матушка поехала проводить его до места. Монастырь находился всего в верстах в тридцати от села Богоявленского. И тяжесть разлуки значительно облегчалась тем, что подневольного монастырского богомольца во всякое время легко могла навестить матушка. Путники и в этом видели милость Божию к себе, и, подъезжая к монастырю, повеселели. При въезде в монастырские ворота на левой стене под арку изображен был Гефсиманский сад, и в нем молящийся Христос, а поодаль три спящих апостола. Под изображением было написано «Подобно Христу молись до кровавого пота». На правой стороне было изображение отречения апостола Петра. Испуганный апостол жестами показывает окружившим его у костра воинам, что он не понимает, о чем они говорят. В стороне изображен сидящий на столбе петух с открытым ртом. А вдали по лестнице с террасы дома Коиаф ведут связанного Иисуса Христа. Под картиной подпись «Не отрекись никогда от Христа». «Вот нам великое утешение, указанное изображение», — сказал отец Андрей матушке. «Налево начало крестных страданий, а направо предостережение. И мы безропотно понесем крест во имя Христово и не отречемся». Узнав от проходившего по монастырскому двору молодого послушника, где живет настоятель, отец Андрей с матушкой отправились представиться. «Позвонили», — отворил лохматый, пожилой уже с проседью послушник в холщовом балахоне под поясным тоненьким пояском с вытканными на нем словами молитвы. По монашескому обычаю он низким поклоном приветствовал вошедших, точно раздумывая, ладно ли делает. Спросил, «Вы к кому?» «Если к отцу казначею, так он не здесь живет, а как раз напротив. Вы не в те двери вошли». «Мы к отцу настоятелю», — сказал отец Андрей, — «доложите, пожалуйста». «К настоятелю-то?» — как-то виноватый улыбнулся послушник. «Чудной он у нас, редко кого принимает, а примет так точно в забытье, будто давно ему знакома или родня какая». «Как о вас доложить-то?» — прибавил немного помявшись послушник. «Скажите, что священник Завулонов из села Богоявленского». «А, от Богоявления! Мне там сват будет! Лука-то Куприяныч, дичок-то ваш!» — оживленно заговорил послушник. «Степенный человек, хозяйственный! Эка ведь пара коней у него каких, а? У кого такие-то есть в округе? Все завидуют!» «Доложите-ка отцу настоятелю», — прервал слова охотливого послушника отец Андрей. «Сейчас, сейчас!» — засуетился тот и протянул руку к двери в настоятельские комнаты. Но тотчас, обернувшись, опять заговорил. «А батюшка-то отец-то Ферапонта!» «И говорит, не подобает тебе дьяку, это свату-то моему, Лукета Куприянычу, иметь таких коней!» Неизвестно, окончил ли бы этим послушник свою болтовню, но дверь вдруг отворилась, и в ней показался среднего роста старец в темном подряснике без пояса. Он бодро выступил в переднее и как-то быстро подскочил к отцу Андрею, обнял его и расцеловал в обе щеки. А затем так же порывисто благословил и матушку, и, схватив их обеих за руки, повел в комнаты весело приговаривая. «Ах, милые мои, дорогие мои! Сколько лет, сколько зим гостей таких не видывал! Пожалуйте, пожалуйте-ка!» Ведя гостей в Зальце, радушный старец указал на старенький диванчик. «Присядьте вот тут, а я сейчас!» И быстро скрылся в другую комнату. Отец Андрей с матушкой почувствовали себя очень неловко от такой почти родственной встречи, и совершенно не знали, как им себя держать. «Надо скорее сказать о цели нашего прибытия», — высказала догадку матушка. «Тогда, конечно, он изменится, а то очень неудобно. Наговорит он нам любезности, выкажет много доброжелательства, а потом вдруг узнает, что ты наказание отбывать сюда прибыл. В неловкое положение его поставим». Отец Андрей ничего не успел ответить, так как старец снова появился. Веселый, радостный, улыбающийся, он взял гостей за руки и повел их в другую комнату. «Вот-то праздник у меня сегодня!» — радовался он. «Пожалуйста, хлеба, соли откушать!» «Простей-то у меня совсем ведь не бывает!» Комната, куда они вошли, была маленькая, в одно окно, с занавеской из зеленого выцветшего калинкора, которая была отодвинута в сторону. Стены, так же, как и в предыдущей комнате, просто выбелены. В углу перед большим образом преображения Господня теплится лампадка, а под образом на табурете красуется для чего-то уж совершенно сухой снобкичменя. На стене против стола большие часы с маятником и два писанных масляными красками портрета. Изображенные монахи с посохами должны быть прежние настоятели. Стол в комнате оказался накрытым. Поставлено угощение, две тарелки. Одна с простым хлебом, другая с белым, нарезанным большими ламптями. Холодный вареный картофель, какая-то жареная рыба и большая тарелка с сотовым медом. — Покушайте-ка, Христовы гости, подкрепитесь с дорожки! — радостно хлопотал радушный старец, пододвигая тарелки. — Я, отец-настоятель, смущенно заговорил, отец Андрей, — к вам на послушание прислан, на месяц. — Христов ученик! — словно обрадовался старец. — Ведь это Христос вас сподобляет принять участие в несении его креста. А какая радость понести тяготу Христову! И старец порывисто начал целовать отца Андрея, а затем обратился к матушке и начал ласково гладить ее по голове, приговаривая — Потерпи, дорогая, это хорошо! Такое неожиданное отношение старца растрогало матушку до слез и как-то сразу сняло с ее души решительную всю тяжесть. Закусив и поблагодарив радушных хозяина за угощение и участие, гости откланились. Отцу Андрею отвели хорошую келью, окнами входившую в тенистый монастырский сад, и матушка, устроив его, собралась домой. — Живи, Бог с тобой! — говорила она отцу Андрею. — Я приеду через недельку проведать. — А ты в школе-то по воскресеньям? — Читай вместо меня! — наказывал отец Андрей. — Не надо прекращать, чтобы не отвык народ. — Поклон мой всем, кто придет в школу! — крикнул он, когда Тарантас уже выезжал из монастырских ворот. Матушка обернулась еще раз и скрылась за поворотом. Скоро отец Андрей перестал слышать и колокольчик, и грустно побрел свою келью. Придя в келью, отец Андрей сел у окна. Окно было открыто, и в комнату врывался своеобразный запах тенистого сада. Пахло травой и гниющими старыми листьями, еще чем-то пряным и ароматным. Перед самым окном хлопотливо носились ласточки. Откуда-то издалека доносилось тихое, заунывное пение. — Должно быть садовник, — подумал отец Андрей. Надвигался вечер, и вместе с ним усиливалось грустное настроение. Очень тяжело показалось отцу Андрею одиночество. Один, в совершенно пустой келье. И подумал он, что Верочка тоже одна приедет домой и будет без него скучать, а может быть и плакать. И от этих мыслей слезы градом полились из глаз отца Андрея. Он встал и невольно опустился на колени перед потемневшим образом Казанской Божьей Матери на то самое место, которое было вытерто от постоянных поклонов и стояний неизвестных живших здесь ранее молитвенников. Заступница усердная, — страданиями выговаривал отец Андрей слова тропаря Богородицы. «Защити нас и помоги! Видишь сама, что нет моей вины, а несу испытания. И не я один, а и жена моя терпит тугу душевную». Слезы и молитва скоро облегчили отца Андрея. «Да будет воля твоя!» — покорно произнес он, вставая с колен и полагая на себе рукою широкий крест. Отец Андрей посмотрел в сад и закрыл окно. Наступила ночь. На небе уже зажигались звезды. Дивной казалась отцу Андрею монастырская жизнь. «Здесь не видно никакого принуждения», — думал он. «Все делается как будто само собой, без особых распоряжений. Нет, кажется, тут начальствующего и подчиненных. Не слышно ни недовольства, ни ропота». И чувствовалось отцу Андрею, что мир остался за воротами монастыря. И оттуда, сюда, как будто ничего не проникает. Иноки ведут молчаливую жизнь и, по-видимому, ничем, что за монастырскими стенами, не интересуется. Молча собирается в церковь к богослужениям. Молча приходит в трапезу. Молча принимает пищу. И расходится из-за стола. Во дворе или на огороде трудятся тоже в молчании. Нигде разговоров не слышно. Так, по крайней мере, казалось отцу Андрею. Когда наступала ночь, иноки все убирались на покой по кельям. Отец Андрей, оставшийся один в отведенной ему комнате, часто думал о никому неведомых иноческих подвигах. Кто знает, быть может, в этой самой келье, где теперь временно суждено мне жить, сколько воздыханий возносилось разными подвижниками в самое небо, сколько, может быть, слез умиления пролито на этот пол в углу перед иконой. Кто знает, сколько, может быть, озарений свыше испытано здесь, сколько святых восторгов пережитых. Здесь небожители беседовали с земными ангелами, думалось в такие минуты отцу Андрею. И как-то жутко становилось ему от этого. Отец Андрей чувствовал, словно он находится не среди живых людей, а среди каких-то особенных существ, чуждых обычных стремлений, запросов и чувств человеческих. Вся эта монастырская жизнь с тихими, молчаливыми иноками казалась ему не действительностью, а какой-то сложной живой картиною. На картину можно только смотреть, но самому принять участие в этой картине, стать какой-либо подробностью ее нельзя. И отец Андрей ясно сознавал, что только он один из всех тут живущих не может занять никакого места в этой дивной картине, как бы он этого не захотел. Только во время богослужения отец Андрей испытывал единение и тесную связь с монахами. В церкви живая картина исчезала, и вместо нее являлась действительность. Монахи, эти обычно молчаливые подобия людей, точно каким чудом оживали. Вместо медленных, размерных движений обнаружилось замечательное разнообразие. Частые поклоны, малые, поясные и земные. То спокойные и тихие, то порывистые и бурные свидетельствовали о силе молитвы монахов. Слышались воздыхание и шепот, видны были молитвенно обращенные взоры к инокам, к иконам. Или просто куда-то в таинственную даль. Блистали слезы на глазах, ставших из туров какими-то беспомощными и детскими. Отец Андрей, как и другие, имевшие священный сан монахи, служил чередные недели, а за ритургиями по своему обычаю начинал говорить по учению. Монахам это очень нравилось. И они каждый раз, как только поставят аналоиды для проповедника, тянулись точно по уговору из всех углов обширного соборного храма. И слушали с напряженным вниманием, а по окончании проповеди в один голос произносили «Спасите Христос!» Да, это живые люди, думал Отец Андрей. Душа этих черных фигур, представляющих в обычное время только картину для постороннего зрителя, за богослужениями выступает наружу, со всеми своими стремлениями и чувствованиями. И эти люди, оказывается, чувствуют связь с прошедшим и желают чего-то лучшего в будущем. Кончится богослужение, и опять вместо живых людей для отца Андрея только простая, хотя и чарующая картина. Снова все замирает для него и принимает свою обычную меру молчания и степенности. Лишь только настоятель нарушает фон и единство этой картины. Во время редких случайных встреч он порывести обнимает и целует отца Андрея, посмотрит на него ясными, детски невинными и улыбающимися глазами, скажет как-то особенно «Христов ученик» и убежит по своему делу. «Молитвами святых Отец Наших, Господи Иисусе Христес и Небожи, помилуй нас!» послышалось однажды за дверью, и кто-то в нее слегка постучался. «Аминь!» — ответил отец Андрей по монастырскому обычаю. Вошел с клюкой в руке схимник. Притворив за собой дверь, он сотворил три метания перед иконой Богоматери, а затем поклонился отцу Андрею, коснувшись пальцами пола, и подставил руки для принятия от него благословения. Во имя отца и сына, осеняя пришедшего, произнес отец Андрей. «Прошу садиться, отец святой, и благодарю за посещение бедного чуженина», прибавил он тоже, в свою очередь, низко кланяясь к схимнику. Пришедший, опираясь на клюку, как-то весь вытянулся, и, устремив взор в неопределенную даль, точно замер. Высокого роста, величественной, с истомленным подвигами лицом, он производил впечатление изображения. Одет он был в черную схимническую мантию, на голове черная куколь, а на груди такая же и Петрахиль с изображением креста, а по сторонам его копия и трости с губкою. По краям куколи и Петрахили белым по черному вышито славянскую вязью. «Святый Боже!» — обычное одеяние схимника. «Живая картина», — подумал про себя отец Андрей, с недоумением рассматривая схимника и теряясь в длинной белой бороде его, тянувшейся в длину всей Петрахили до самых колен. Наконец живая картина очнулась. Схимник глубоко вздохнул, посмотрел проникновенно на отца Андрея и опустился на табурет. Помолчав немного, как бы собираясь с мыслями, он заговорил. «Вы, батюшка, чужой здесь человек, чистая у вас душа, нам это со стороны виднее. Много вы знаете из книг, а мы ищем Бога и способов чтить Его и служить Ему своим слабым умом и упражняясь в смирении. Хотим быть ангелами земными, а сами кто? Похожи ли мы на ангелов? Не представляем ли мы собой скорее духов тьмы, молчаливые, мрачные, не смея смотреть по сторонам в черных одеяниях, сосредоточенные в себе, созерцающие только свою душу? А что там в ней? Большей частью так же черно, как и одеяние наше». Схимник тяжело вздохнул и, немного помолчав, опять собираясь, очевидно, смысленно. «Смотришь в прошедшую жизнь свою, а душа твоя...» Вся исписана студными делами, продолжал он наклонив голову. Блуд, гордость, кула, пьянство, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, лихоимство, хищение, оклеветание. «Всякое чувство и всякий член телесный...» «Всё, макарнина...» «Видц...»